И пусть со мной нет сегодня любимой, родной. Знаю с любовью, ты с головою прячешь подо голубой. 23 февраля в нашей стране отмечается День защитников Отечества. Череда праздничных мероприятий в Анапе открылась концертом в средней общеобразовательной школе номер 3. Они родные, некрасивые, с большими впадинами глаз. И сами жалкие, несильные, смотрели жалостью на нас. В тылу измученные битвами, худые, заморенные, бледные. В своих пальтишках и драмах были мы для них героями войны. Ежегодно школа Ветязева становится площадкой для проведения торжества, посвященного 23 февраля. И этот раз не стал исключением. В нашей школе из года в год проходит месячник героико-патриотической работы. В этом году мы его провели как можно еще масштабнее. Поэтому прошли мероприятия не просто значимые, которые мы делали каждый год, а именно в каждой параллели мы дали такие мероприятия, как песни, опаленные войной. Были всякие у нас викторины, конкурсы. Понятно, что наши дети ходили к памятным местам. Много что сделано, собрано материалов. И вот сегодня мы завершаем этот период, этот месячник, песни, опаленные войной. Мы отобрали, этот сам конкурс уже прошел, а мы сегодня уже завершаем самыми лучшими номерами. И поэтому мы хотим показать сегодня, насколько наши дети прочувствовали эту тему. И они достойны того, чтобы помнить, чтобы память жива была всегда, потому что мы не должны забывать этого. На праздник защитников Родины традиционно пригласили казаков, ветеранов боевых действий и ветеранов Великой Отечественной войны. Конечно, хорошо, то, что говорить, есть в действительности. Вот сейчас бы хорошо надо вспоминать эти песенки. Вы забываете, эти песни вот именно многое. Вот молодежь поет один тот же куплет. А те песни военные надо, ведь они же очень патриотичные песни эти были. У меня вот уже правнуки учатся в этой школе. А как иначе? Если они не будут вместе все это вспоминать, они ничего не будут знать. Мы голодали и собирали колосья. Я во втором классе была, и вот мы на поле еще собирали колосья, потому что у нас, мы на Урале жили. Здесь-то где-то рыбку поймают, где-то травка, а там у нас вообще было тяжело было. Ну что, пережили, но ведь многие погибли. В актовом зале гостей встречали песнями военных лет. Здесь же была организована выставка детских рисунков военной тематики. Открытие праздничного вечера проходило торжественно. Яркий музыкальный номер, а затем с поздравительной речью выступил директор среднеобщепрозовательной школы номер 3. Хотел бы, прежде всего, наверное, обобщить сказанное и выразить, наверное, благодарность всем классам. Наверное, каждому персонально отдельно будет сказано. Всем классам, принявшим участие в этом месячнике. Это был самый массовый, вот на моей памяти самый массовый месячник, где мы охватили практически каждого ребенка, обучающегося в нашей школе. А я считаю, что это дорогого стоит. Поэтому, ребята, все молодцы, посмотрите, весь класс стоит. Каждый внес свою лепту, маленькую частицу в общее дело. Дело честования действительно замечательных людей, защитников Отечества. Официальную часть мероприятия продолжил праздничный концерт. Стихи, военные тематики, народные танцы – все это было в программе торжества. Свои подарки помимо чтецов и танцоров подготовили и вокалисты. Они исполнили песни о великих событиях. Олеся Давыдова, Виталий Кущ, 39 канал.